Я помню, Юрий Михайлович нанял тамаду на эту свадьбу, чтобы мы не нажрались. Это было совершенно отстойнейший. Он просто нашу свадьбу превратил, ну в смысле не нашу, их свадьбу превратил в отстой полный. Потому что мало того, что он сам сидел за столом всю дорогу и за всеми зорко наблюдал, при этом, короче, тамада... Ну, выпьем, ребята. А теперь бокальчики опускаем, к вам приходит Петр Первый. И такой бегает в другую комнату, переодевается, блин, только бокальчики подняли, он сразу прибегает в новом образе и разыгрывает какую-то хрень. Мы сидим такие, как ты достал? И я, короче, это самое, в итоге с пацанами поговорил, короче, и мне пацаны, слушай, ты на правах свидетеля скажи там что-нибудь, ну это же под конец уже потом. И я такой вывожу его в комнату, слушай, братан, ты реально заколебал. Типа, слушай, ну, ты понимаешь, ты сейчас уже всех разозлил здесь. Я просто не ручаюсь за людей, короче. Слушай, ну, я ничего не могу с этим поделать. Это что, указание отца. Я говорю, слушай, ну, отец все-таки, ну, дай пацанам побухать. Слушай, ну, реально, это же свадьба все-таки. Ну, что нам смотреть на твоего Петра там? Юрий Михайлович такой, так, что-то не то здесь заговор. Как бы мы не могли, роскоши не было, потому что, естественно, там у Миши денег нет, значит, кто должен эту свадьбу? Поэтому мы так решили с родителями, что они где-то дадут денежку на свадьбу, где я, и вот мы с ней поехали выбирать платье свадебное. И причем не покупать, а напрокат. Потом только я узнала, что этого делать нельзя. На прокат не надо брать платье. И потом, после этого, я это платье отвезла обратно. Посидели маленечко, посидели. И все, и мы сняли им квартиру, и они жили.